27 сентября по всей России отмечают День работников дошкольного образования. Иваново не исключение. В областном центре 135 детских садов, в которых трудятся ответственные и отзывчивые люди. Действительно, система дошкольного образования у нас одна из самых лучших в стране. И мы постоянно работаем над увеличением количества детских мест, мест в детских садах. И я думаю, что мы эту работу продолжим и будем надеяться, что у нас будет когда-нибудь возможность достойно обеспечивать и оплачивать ваш труд. В праздничный день в зале лицея номер 33 чествовали победители конкурса на лучшего работника дошкольного образования. В числе обладателей премии в номинации лучший воспитатель Наталья Буга, которая считает, что самое главное раскрывать в детях их творческий потенциал. Нужно найти такие подходы к детям, чтобы они смогли раскрыться. Я люблю с детьми рисовать, заниматься творчеством. И они мне платят за юностью, своими шедеврами радуют. Еще одна победительница в номинации лучший воспитатель Галина Лукичева. Вместе с воспитанником из сада номер 67 старается делать мир добрее. Ребята регулярно помогают бездомным животным в приюте «Майский день». Делают приятные подарки для постояльцев Богородского дома-интерната. Делают открытки. На Новый год мы шли и с родителями, и с детьми снеговичков. Все-таки там пожилые люди. У них нет у многих семьи инвалиды. Им очень приятно. Дети собирают сладкие подарки вместе с родителями. Работа с детьми отнимает не только много времени, но и сил. Это известно каждому, кто хотя бы день проработал в системе дошкольного образования. И вдохновение сотрудники детских садов в первую очередь черпают в своих же воспитанниках. Ведь педагогический труд не пропадает даром, а вознаграждается сторицей. Любовь по чернику, Антон Осипов, РТВ Иваново.